здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами об одной достаточно интересной и редко вспоминаемый теме а именно влияние различных веществ на поликарбонат дело в том что поликарбонатные теплицы последнее особенно время стали чрезвычайно популярны при этом слушая рекомендации различных любителей относительно обработки растений различными веществами меня иногда тревожит вопрос что эти советы не сопровождаются какими-то оговорками относительно того можно ли использовать предлагаемые способы в поликарбонатных теплицах поликарбонат конечно является чрезвычайно благодарным материалом укрывным таким для организации защищенного грунта и имеет массу массу достоинств но при этом имеются и некоторые ограничения связанные с чувствительностью поликарбоната действию различных химических веществ конечно поликарбонат является весьма устойчивым пластиком к большинству химических реагентов поэтому широко используется и в том числе при газ при изготовлении посуды различной тары и так далее но имеется несколько так сказать критических веществ которые широко используются в огородничестве и садоводстве но не совместимы с поликарбонатом вообще информация такая в интернете есть и она представлена достаточно хорошо но самое главное чего не хватает это вот этих регулярных оговорок о том что какие-то способы не совместимы с поликарбонатом для того чтобы садоводы и огородники обратили на это внимание я подобрал несколько таких источников вот для себя если вы в гугле или в другом поисковике наберете что-то вроде химическая устойчивость поликарбоната или химическая стойкость поликарбоната то вы найдете достаточно много ссылок с таблицами с перечислением различных веществ какие вещества устойчивы влияют негативно на поликарбонат а какие не влияют вот среди таких веществ я в лаборатории испытал два вещества вот это поликарбонат исходный хороший эластичный кусочек который в общем то ну представляет именно то что есть у нас на теплицах и первое вещество которое достаточно часто используются огородниками и есть много советов по его использованию но совершенно несовместимо с поликарбонатом это аммиак дело в том что и сам нашатырный спирт и растворы нашатырного спирта и даже пары нашатырного спирта аммиака аммиак когда вы поливаете растение аммиаком если вы все-таки следуете этим советам и не так уж они и эффективны на самом деле то аммиак достаточно легко испаряется из почвы если вы не делаете сразу глубокую его заделку в этой связи пары аммиака могут накапливаться под поликарбонатом и что происходит поликарбонат делается чрезвычайно хрупким вот я совершенно даже не продолжительное время просто из любопытства подержал вот кусочек поликарбоната в парах аммиака и поликарбонат стал твердым вот он вот он утратил эластичность вот я его трогаю нажимаю а он как будто как каменный и конечно что с течением времени этот поликарбонат просто будет трескаться второе вещество которое совершенно несовместимо с поликарбонатом это йод и совет обрабатывать йодом теплицы совет вносить йод содержащие дезинфектанты в почву в защищенном грунте в теплицах которые закрыты поликарбонатом и совет обрабатывать растения растворами йода каких-то концентраций они весьма опасны потому что пары йода даже незаметные для вас очень медленно накапливаются ну вот я подержал в парах йода кусочек поликарбоната конечно пары йода были достаточно концентрированные и поликарбонат приобрел вот такой вот цвет да то есть он галогенизировался и соответственно прокрасился конечно в теплице такой концентрации йода вы не найдете но я специально сделал этот опыт чтобы сделать такое ускоренное старение поликарбоната если вы из года в год вносите йодистые соединения то пары йода у вас накапливаются соединяются с поликарбонатом и он тоже делается совершенно хрупкий то есть какой-то год там на пятый шестой год после укрытия теплицы вы можете обнаружить что у вас поликарбонат просто рассыпается он тоже стал очень твердым таким вот как камень и и достаточно хрупким и в общем-то за весьма непродолжительное время поэтому как минимум два вот эти вещества аммиак и йод которые широко могут использоваться вами при ведении хозяйства никогда не используйте внутри поликарбонатной теплицы или и вблизи ее когда мы на нашем канале даем вам какие-то советы если мы не делаем оговорки относительно поликарбонатных или пленочных или каких-либо еще укрытий это означает что данные советы вполне подходят и для открытого грунта и для защищенного грунта вот с использованием вот этих вот типов укрытий если что-то не подходит для какого-то из типов укрытий или имеет свои особенности мы всегда об этом говорим поэтому медный купорос совместим с поликарбонатом мыло жидкое совместимо мыло твердое совместимо молочная кислота совместима с поликарбонатом если мы добавляем аммиак в сыворотку то у нас образуется аммоний лактат он совместим с поликарбонатом железный купорос совместим с поликарбонатом поэтому вот все те советы которые мы даем относительно экологически чистых методов борьбы с болезнями и вредителями которые вы можете найти у нас на канале они все являются дружественными поликарбонату тоже ну а для того чтобы проверить вообще в принципе эффективность йодных обработок на самом деле вот в журнале мы можем прочитать какие-то советы относительно того как использовать йод в саду мы заложили эксперимент вот залили уже три чашечки с концентрациями йода которые мы можем найти в рекомендациях по его использованию с целью борьбы с болезнями ну и гораздо большими концентрациями посеем сюда бактерий и патогенные грибы и посмотрим что же у нас получилось вообще есть ли смысл использовать такие концентрации йода и йод в огороде для борьбы с болезнями растений надеюсь что вы останетесь с нами подписывайтесь на наш канал вы не пропустите наши выпуски всегда получите дельные ценные профессиональные советы нажимайте на колокольчик для того чтобы быть в курсе дел наших выпусков оставляйте свои комментарии задавайте вопросы и я рад новой встречи с вами всего хорошего